Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вчера был такой день довольно напряженный в Украине в плане посещения иностранными гостями. Был премьер-министр Дании, президенты были Словакии, Чехии. И вот интересно, сначала с датчанами расскажу. Он был в Одесской области и съездил в Николаевскую область. И интересную вещь заявили о том, что Дания, это официально заявлено, значит, Дания передаст Украине 1 миллиард евро на восстановление после этого российско-фашистского погрома. Интересно, что фокус внимания датчан будет как раз на Николаеве. Почему? Потому что город очень сильно, мы помним прекрасно, да, начало войны, имеется где-то первое число, вообще март месяц, да, он такой, март и апрель, там весело было под Николаевом, что тут говорить. Видите, в город прилетало просто беспрерывно, вообще беспрерывно прилетало, что туда только не летело. И город сильно пострадал. И как минимум ущерб, и как минимум, значит, минимальное количество денег, необходимых на восстановительные работы в одном только Николаеве, это миллиард евро, конечно, совсем не гривен. Да, и может еще и не хватит. И вот датчане как раз заявили, что возьмут шерсть над этим городом и, соответственно, выделяют миллиард евро на восстановление именно Николаева. Это, ребята, очень хорошо, когда вот большая, в данном случае малая, но с большим сердцем страна, конкретно занимается конкретным объектом, из-за этого очень здорово получается. И когда есть финансирование, эти вещи, это восстановление очень живенько так идет, и хорошо, и вообще красиво. И будем надеяться, что Николаев восстановят. Хотя, я считаю, например, абсолютно несправедливым, что какая-то Дания будет восстанавливать Николаев. Кто его разбил, Дания? Нет. Кто раздолбал Николаев? А кто раздолбал Мариуполь? Их раздолбала Россия. Так чего платить должна Дания? Спасибо, дочарь. Тут нет разговоров. Но, с моей точки зрения, мировому сообществу нужно сделать абсолютно все возможное для... Но сейчас эти российские деньги, они задержаны частично. Частные деньги уже передаются в Украину. Но остается огромный пласт российских государственных денег, которые пока просто арестованы. Даже не арестованы, они заморожены. Так вот, вот эти деньги замороженные необходимо конфисковать и передать Украине. С тем, чтобы... Да, огромное спасибо Дании, но датчане не обязаны. Это не они разбивали Николаев и Херсон и другие города. Нет, не они. Это сделали российские бандиты и террористы. Так вот, платить за восстановление прежде всего должны вот эти вот уродцы. По-другому я их не назову. Потому что они террористы, бандиты, мародеры. И каждое из этих слов абсолютно оправданно, можно доказать. Тут даже и говорить ни о чем. Вот. А датчанам, конечно, огромное спасибо. Огромное спасибо за то, что они вот... Ну, знаешь, кто тебе друг, кто тебе враг. Тут уже все абсолютно очевидно. Вот. Интересно еще вот президентку Словакии привезли в Черниговскую область. Помню, там село, по-моему, Ягин. Я сейчас не буду за название села отвечать. Потому что в очень многих селах, насколько я знаю, была приблизительно та же картина. Там много людей загнали, рашисты загнали в подвал. Многих убили просто-напросто. Многих расстреляли, многих депортировали, угнали. Никто не знает их судьбы. Но часть людей они загнали в подвал и не выпускали оттуда около месяца. Представляете себе? Такое было только при фашистах. Это дети, это старики. Мужчин там почти не было. Мужчины не перебили. А вот там в основном были пожилые люди, либо дети. И вот они их держали в подвале, не давая выйти на свет. Продукты кидали вовнутрь, как собакам. Представьте себе расистов, когда у них есть власть. И когда они творят все, что они хотят. И вот президент Словакии, она побывала в этом подвале. Ну, вот знаете, она оттуда вышла немножечко в прострации и в шоке. Как можно было там месяц пробыть. И постоянно еще, знаете, висело над людьми такой дамоклов меч. Они могли поступить так же, как они поступали в других местах. Просто закинуть туда гранату. Это сплошь и рядом они делали, например, в Мариуполе. Когда они, так сказать, зачищали город, они убивали гражданских просто так. Как они убили гражданских, например, в Мариупольском драмтеатре. То есть, вот тут по Чернигову там еще людям относительно повезло. Они остались живы. Проведя месяц в такой, я не знаю, как это назвать, подвал, могилой и так далее. Ну, весь русский мир это могила одна большая. А вот такой вот, это был, знаете, такой филиал общерусского могильника. Слава Богу, что дали им по морде и вышвырнули из Черниговской области, так же, как и из других областей, уже освобожденных. Но иностранных лидеров, лидеров демократического мира, очень полезно возить в такие места, чтобы они наглядно видели, что такое русский мир, что такое русский народ, и что такое его пересидент, или как он там, подсудимый, подследственный Путин. Слава Украине!